Я не знаю, это вообще уже опять всю траву, все заросли пробежали, бегом туда, и они уже опять не соображают. Сейчас их позвала, опа, а я оказывается сзади. Ну просто опять дебилизм включился. Бегут, бегут, вообще просто, просто бегут. Вот, надо ж такими быть, а. Но опять же не все, вон тут шоколадка, вон там еще козочки, они на меня смотрят. Ну в общем они естественно общей тупости поддаются. И просто бегут. Трава, как видите, есть. И не догонишь их. Потому что они не едят, а бегут. Сейчас если они на эту дорогу попадают... Явно приступ дебилячества. Они туда хотели бежать, ну в деревню. Повернула каким-то чудесным образом. Ну а они теперь опять дорога, они теперь, вон видите, уже и скрылись в другую сторону. Трава, трава, заросли, видите. А просто сегодня безумные. Потому что это козочки, милые животные. Они милые, но мозгов-то там нет. И бегом. И все это так бегом. Вон она черная. Так и бежит, так и бежит. Эти хоть завернули в сторону. И сейчас они туда побегут за речку. Я уже за ними не побегу туда. Завернуть их мне надо, да, вот как-то их отрезать. Но я пока дойду и не хочу я себе бегать за ними. А они-то все бегают. Вот. Видите, все бегом опять. Бегом, 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 бегом. Вот эти все. И опять все, я уже не успела. Бегом в припрыжку, бегом в припрыжку. Ну, видно, что безумные. И туда побежали. Все. Я уже не побегу за ними. И бегом, 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 бегом. Вы видите? Вы видите по дороге? Бегом, бегом. Ой, это ж надо так. Сейчас особо одаренные зрители опять про своих трех с половиной коз напишут, как они их слушаются. Няша, Няша, Няша. Няша, козы. Козы, 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 козы. 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 Ты, где была, с Веткой во рту бежит. Козы, 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 козы. Здесь просто соседей нет. Все уже. Оттуда я их выгнала. Там соседи туда выходят в деревню. Они могут побежать просто опять, ну, с отключенным мозгом. Могут выбежать просто туда. Вот. Теперь сюда бегут. Ну, просто бегают. Вот просто, смотрите. Мозги они сегодня оставили там, наверное, на выгуле. Угу. Вот сюда прибежали. Теперь туда-обратно. Бегом. Самое главное, что бегом. Поехали. 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 за этими дебилами они там вот на том берегу уже туда уже в бок сейчас забежали опять все бегом бегом потому что ну там видно что мозгов там нет вообще а бегут бегут вы думаете травки нет посмотрите какие заросли вы посмотрите нет мы это же все пробежали все эти прекрасные места и там и боюсь что мозга то нет а и куда они сейчас убегут вообще вот так вот бегут бегут и они не не сообразят же где я осталась потому что видно что они сегодня безумные вон они выходят оттуда кстати я увеличила поставить насколько это далеко в обычном состоянии козы и вполне себе куда по ней не убежали этом году показывала они убегают я разрешаю я просто вот сажусь и жду нет сейчас не такое состояние но сейчас видно просто вообще все напрочь башка отбитая сейчас они просто несутся и несутся а как уже сказала когда они еще бегут когда ничего пугается сейчас они увидят что хозяйки нет все вообще итак они дебильные и ну куда еще дебильные но вот и вон я-то их вижу и все бегом и бегом не перебежками все так же вроде в мою сторону повернули но еще не факт на удивляешься конечно хорошо сама сегодня не нервничаю возвращаемся все так же бегом ну учет только половина стада до маленькая половинка остальные неизвестно где бегом сколько энергии на дуры и сил тратят тоже половина видите пришли а половина там осталось разделились ой мало того что убегают дебилы еще что вытворяет видите половина ко мне убежала на нормальных до хозяйки а большая часть потому что там осталась большая часть вот этих дебилов котлеточных уйду мы на сколько мне хватит терпения я хотела эти потихонечку из сарая других вытаскивать еще козлов нафиг представляете ну и где вы все тут а что за звон здесь здесь бутылки здесь что творится бесполезно теперь в другую сторону бежать смотрите да люди кто хочет завести козочек прекрасных и кто смотрит других блогеров когда блогеры заходит начинает каждую целовать обнимать какие все умные вот я могла вы думаете не могла бы что не соображаю что я могла бы это просто не показывать и просто вам не снимать и сделать нарезки как мы вышли хорошо молодцы какой козлик умница за мной все уходит и как вот и вот сейчас какие прекрасные козочки как они прекрасно едят и как мы прекрасно заходим домой я могла бы вам все это сократить и сократить как другие и нарезать и говорить чтобы другим людям было приятно чтобы мне был больше было просмотров какие же они умницы какие же это же вся моя жизнь я не могу без них это вся моя жизнь козочки это умнейшие существа нет это дебилячие существа но не буду я сокращать не буду я вам покажу как ведут себя к и здесь хорошо еще слава богу ну поэтому я и расслабилась что здесь нет домов да а по осени они туда бегут и в соседнюю деревню сколько километров нарезает представляете полное отсутствие мозга полная вот а как за ними козочки как они их любят как за ними ходят козочки я вам хочу сказать они не вас любят вместо вас кто-то будет приходить доить не день не два не три они могут конечно испугаться мои допустим чужих боятся да а вот так день два-три недельку вторую им плевать на вас вы приносите им еду или кто-то другой им приносит еду а прям так думают как их любят козочки как они за ним они за вами просто потому что они привыкли и они боятся другой обстановке поэтому они след след идут за вами просто что-то их сдерживает и это что-то вообще не любовь и послушание к вам сколько пробежали вы видите сколько зарослей пробежали убежали и нужно же блин а если будет где-то там чужой огород вы не успеете глазом моргнуть как эти твари забегу я уж не говорю про ваш ну ваш это ваша ответственность ваш козы ваш огорода если они вас испоганят все сажу это ваше а вот если к чужим они и как бывает да и представляете вот так вот все выжжут затопчут есть все такие хозяева которые начинают ругать соседей какие они хреновые какие они плохие ругают их козочек и их животных ну подумаешь они там забежали ну подумаешь они там чет сажали конечно вот этот подход и к такому хозяину еще там тысячи присоединиться ах да у меня сосед какой плохой тоже там мимо проходили это так и со мной идет и говорит и говорит вот тут вот рядом со мной ведь остановился ты у нас будешь дружок дружок ты у нас остановился вы козел пошли а то эти сейчас уже скорость включат опять а тоже будет тут чуть постояли полчасика дыма уже дома возвращаемся теперь уже можно и бежать дружок пошли всю дорогу идет и идет говорит всю дорогу молча не идет рот не закрывается так тоже так когда пожует помолчит есть хочешь давай 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 пошли 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 тут все убежали уже там топчется пошли им уже вечером я зато знаю кто у нас главный бегун вот он следующая котлета ну вот они два здесь вот этот и вот этот период как только выпускаешь и вперед ну немного вам осталось побегать как одному из вас недельки две точно еще погуляйте а то глаза вылупил и побежал да и вот этот вот вдвоем они но этот как-то немножко хотя бы побольше хотя они два мелких оба вышли вечером уже я так так все благополучно с утра погуляли ну смысле как благополучно побегали конечно потупили вот я имею ввиду как-то уложились с делами пришла поставила кастрюлю на халуми и делала и делала халуми и потом уже когда сделала когда он прессуется стоит я раздела козлятину всю ну то есть нужно ее что ее порубил ее ну да сложил ведро и вот в этих перерывах когда прессовалась когда прессовался халуми я отрезала мяско косточки на суп ребрышки с ребрышек есть разные ребрышки там такие которые там длинные большие это на суп но срезала немножко мяско в общую в общий котел на фаршик ну конечно а какие поменьше ребрышки прям такие там есть сильно мясистые я их оставляла на потушить потому что тоже потом когда все кончается и прям до сдаю же те ребрышки и так классно и сначала мясо я в общую такую емкость отрезаю а потом уже оттуда распределяю на фаршик что буду перекручивать и на гуляшек обязательно оставляю мяско потушить обязательно вот все так сделала все раз запихала в морозиловку и вечером нужно будет на духом жужжит вечером нужно будет достать вечером на ночь уже сейчас придем погуляем мы погуляем буду доделывать халуми и потом уже нужно будет перекрутить мяско достала шкурки там индюшины и куриные немного но вот так вот чтобы смешать с козлятиной когда нет этого она и не надо козлятина сама по себе само по себе не козлятина сама мясо само да как хотите так и понимаете мяско вкусное ароматника хорошая а у меня просто целая морозилка целая целый холодильник там морозильный вот эта камера весь низ забит этими шкурками потому что я как осенью убирала у меня одних петухов было сколько там я не знаю больше двадцати по тридцать а шкурки остаются я специально срезаю шкурки а их когда разделываешь они отрываются вот индюков убирала и там забита все там много а когда режем козла там мясо то не так много чтобы взять всю эту все что там по набита этих шкурок достать и перекрутить это там шкурок слишком много поэтому я достаю понемногу я достаю понемножку ну и потихоньку там освобождается но забиты еще три или четыре сколько там отделение не помню прям все полностью но сейчас хоть разобралась потому что тепло жарко чтобы мясо не стояло все быстро как положено разобрались остальное перекрутить не знаю завтра будем мы шашлыки не шашлыки из козлика из такого уже он по возрасту уже не подходит на шашлыки шишки будут жесткие из молоденьких да очень даже хорошо но предварительно естественно нужно замариновать а так то мы завтра если не кебаб то котлетки точно сделаем наверное на костре ну ты я так думаю да а там уход не на костре хоть как хоть что потому что давно уже недели три уже муж не резал козла и неделю наверное как кончилось уже недели полторы какой 2 она все вообще ничего не осталось нет на суп там есть кости а вот я имею вот такого мяска какого-нибудь покупали курицу в магните курицу курицу теперь хоть поживем какое-то время вкусно все мы гуляем я с вами прощаюсь вам доброго до свидания